Здравствуйте уважаемые друзья! После завершения самой неудачной Олимпиады в истории, в нашей стране задаются главным вопросом, куда двигаться дальше российским спортсменам, ведь совершенно очевидно, Олимпийские игры в Париже показали, что возвращаться уже никуда и не нужно. По этой причине министр спорта России и известные спортсмены страны собираются провести совещание на тему деградации олимпийского движения и поднять вопросы о том, в каком направлении двигаться дальше российскому спорту и каким образом игры Брикс заменят собой деградирующее олимпийское сообщество. Тем временем известные российские спортсмены заявили о том, что Томасу Баху нужно было уходить с поста до проведения провальной Олимпиады в Париже, а Елена Вяльби призвала заменить Олимпийские игры на игры Брикс, о том в каком направлении планируют продвигать российский спорт, замене Олимпиады на игры Брикс и деградации олимпийского движения в нашем сегодняшнем обзоре новостей. Но для того, чтобы всегда быть в курсе событий, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. В российском центре Международного информационного агентства «Известия» состоится круглый стол на тему деградации олимпийского движения или как Олимпиада стала разъединять народы. Его участниками станут министр спорта России Михаил Дегтярев, известные тренеры и спортсмены страны, шахматист Сергей Корякин, директор Института новейших государств Алексей Мартынов и руководитель экспертного совета Глеб Кузнецов. Модератором беседы выступит заместитель директора Института истории и политики Владимир Шаповалов. Олимпиада в Париже, по мнению множества экспертов из разных сфер, стала нашумевшим провальными событием. Ценности Олимпиады, верховенство спортивных достижений, было переиначено. Отстранение спортсменов, проблемы с организацией и неоднозначные правила проведения соревнований подталкивают спортивные федерации переосмыслить целесообразность участия в играх. Запад подчинил традиционные ценности Олимпиады и изменил их под свои цели. Почему мировые спортивные федерации стали обращать внимание на игры БРИКС, как альтернативу Олимпийским играм? Как Олимпиада превратилась в инструмент политического давления, говорится в пресс-релизе к мероприятию. Тем временем Александр Тихонов считает, что Баху нужно было раньше покинуть пост главы Олимпийского комитета. Баху надо было давно это сделать, чтобы уйти без позора. Он прекрасно понимал, что Париж станет Олимпиадой позора по многим вопросам. «Надо было вовремя уйти, а теперь самые худшие Олимпийские игры будут связаны с его именем», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. В свою очередь легендарная Елена Вяльбе была более категорично высказываясь в адрес Международного Олимпийского комитета. «У меня не было интереса смотреть открытие и закрытие Олимпиады». По отзывам и прессе это была вакханалия. Там демонстрировались непозволительные вещи для большинства людей мира, и это возмутило многие страны. Но надо понимать, что закрытие Олимпиады испортить тяжело, это по сути большой концерт, но Макрона освистали, потому что никто не хотел слушать речи политиков и чиновников. МОК будет делать выводы, они не сильно потратились на игры, а где потратились, там опозорились, как с очисткой сены. Они опозорили Париж на весь мир, спортсмены травились в воде. Спортсмены будут это вспоминать. Не сильно верю Баху, что он уходит с поста президента МОК. Допускаю, что это спектакль в стиле «Поуговаривайте меня, чтобы я остался». Боюсь, что любого кандидата, готового работать с Россией, они не одобрят. При этом каждый из них вряд ли будет позиционироваться с Россией, так что нам надо использовать свои площадки. Нам нужно дать спортсменам со всего мира достойную альтернативу Олимпийским играм, где спортсмены со всего мира будут равны, а политика будет находиться в стороне от спорта. «Наша задача сделать статус чемпиона России не меньше, а даже больше, чем чемпион Олимпиады», — сказала Елена Вяльби. Согласны ли вы с мнением Елены Вяльби, и как вы думаете, смогут ли игры Брикс заменить собой Олимпийские игры? Поделитесь вашими мнениями в комментариях. Поделитесь вашими мнениями в комментариях.